в эфире завод про металл меня зовут андрей мы в гостях у компании банюм и ее хозяин основатели человек который сделал многое для банной индустрии для компании про металл в целом максим сегодня мы находимся в одном из модулей которые уже продан до хочется как раз таки поговорить про особенности строительства выбора материалов и выбора печей начнем как раз таки с них насколько важен вес печи при установке и при проектировании модуля уже очень важно зависит от того какая у тебя подготовка пола мы у нас подготовка пола серьезное основание под печь мы всегда усиливаем так и вес печи может доходить там до 600 до 700 килограмм то есть никакой проблемы мы не видим в том чтобы установить тяжелую там чугунную печь там с тяжелой облицовкой массивно то есть никаких проблем в этом нет очень важно правильно подготовить пол а прохождение потолочного перекрытия либо стены чем осуществляется обязательно это идут теплоизоляционные материалы силикат кальция супер сил базальт на час набрасываю что он применяется в пироге обязательно воздушная прослойка делается из профиля базальт утепляется вен зазор и мини рит уже на мини рит соответственно дальше греется любой камень либо натуральный либо керамогранит здесь уже исходим из бюджета ну тогда продолжим про вес сколько получается весит модуль бывает одна составные бывают двух до двух частей вот здесь мы сейчас находимся в большом модуле это grand box by у нас размером он всем на пять стираться это 10 метров общий вес этого модуля 6 то есть если мы уделим пополам то это три тонна одна часть три тонны 2 часть но опять же зависит еще от объема печи если мы поставим еще вы не стечен дату вес будет немножко тяжелее достаточно времени занимаешься производством продажи этих модулей наверно бог больше даже производством пугает ли покупателей либо клиентов чугунная печь в модуле либо они наоборот очень хотят это когда ты приходишь наш модуль здесь все сделано основательно на полу плитка пол у нас 200 то есть все выглядит надежно поэтому мне кажется у людей нету такого момента не возникает такой мысли что вот пугает что печь слишком тяжелый для как раз на бань я даже надо больше скажу то что мы помимо еще модуля мы делаем и отделки монтажей очень много монтажей и у нас в московской области каждая на третья баня на сегодняшний день это каркасная мы и мы туда устанавливаем атмосферу и никого это не пугает это нормально вот мы стоим в модуле в котором есть стиральная машинка мойка холодильник стоит печь в парной окна светильник извиняюсь интимную подробность в унитазе есть вода это все поставляется также ну то есть что есть модуль что получит покупатель вот он допустим купил да так что ему привезут вот 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 все же вот это приходит то что мы сейчас видим с вами полностью готовы чтение диван едет отдельно или в модуль модули в модуль модуль мой все упаковываем фиксируем что во время перевозки соответственно все это не не повредила какую-то там мебель или там стекло дерево да это все соответственно есть определенная технология так это буквально за два дня отстает на участке подключается через два дня человек уже париться и печка установлены и теплоизоляции сразу сделано единственно трубу мы не наращиваем что перевозить для чтобы мой габарит вошли если бы разрешили бы нам бы с тобой привозить мы перевезли допустим для человека вот он определяется сруб или модуль сколько сюда нужно подводить электричество по меркам подмосковье у нас 15 киловатт суммарно если тупо про это дозорку нужно уметь здесь достаточно модуль потребляет примерно там на пике там около 9 около зависит какая печь ну а теплоисточников ну если теплые полы до чайник стирал до холодильник ну сколько электроприборов такую легко очень посчитать энергопотребление да но в идеале из твоей практике 15 киловатт это с запасом прям огромным запасом это вот прям норма такие подмосковье это 15 киловатт достаточно там и 9 на самом деле хватит вот такой момент многих пугает и либо есть такой стереотип а как же зимой макс есть клиенты которые круглогодично пользуются твои продукты конечно есть с вашими двумя печами вот здесь вот недалеко от нас где мы сейчас снимаем на производстве находится банный комплекс горки и они одни из первых были моим установили именно вот вот эту баню серии grand box by большую вот она уже практически второй год работает нон-стопом сами приезжали зимой туда париться минус 20 ходили шортов модули можно эксплуатировать в любое время года до полы утепление 200 теплый пол с подогревом стены 150 это полноценная каркасная финская баня есть такое понятие к сожалению русский каркасник это когда делаются ну то что вы видите большинство многих вот почему-то стереотипы куске пенопласты ваты за да ну да и все стереотипы такие то что вот это каркасник нет каркасник это то что вот мы здесь с тобой находимся здесь вот можно прыгать я не знаю там вот под носу если что-то уроните не переживай да да здесь нету никаких вибраций все надежно все сделано правильно правильно грамотно и то есть все сделано с умом здесь терраса стекол много все раздвигается ездит и так далее внутреннее пространство как-то организуется либо это только по заказчику и согласно дизайн проект мы у нас немножко такой нестандартный подход как это ко всей истории модульной у нас каждый проект он индивидуальный у нас нету прям серийная история вот заказчик сразу перебью есть ли две бани которые были одинаковые пуля в пуль нет нет нету таких бани они все реально разные размеры одинаковые могут но планировка допустим там стены вот здесь сейчас мы находимся это термо липа где-то мы применяем просто светлую древесину там тоже обычную липу где-то там речную вагонку в общем все индивидуально по просьбе там заказчиков то есть мы больше как ателье банное ателье не только отделка установка и продажа но и строительство удается полноценное фактически твое мнение что обязательно должно быть в бане и в частности в каркасной бане обязательно теплый пол так это реально классно комфортно это эффективно при помощи на согласие это хорошая просторная парная так что можно было полноценно вот попариться полежать воздухом да правильная печь так это именно закрытой каменькой вентиляция обязательно обязательно да это и в предбаннике соответственно парной во всех помещениях мы много мне кажется важно тоже остекление когда у тебя много свет ну да то что вот этот стереотип то что в бане темно до сыр и не комфортно это уже уходит а сколько контуров теплого пола в этом модуле здесь у нас ты имеешь ввиду наверно зон да ну зон туда зон вообще везде в теплом контуре у нас есть теплый пол вот эта комната отдыха большая здесь есть теплый пол в санузле есть теплый пол в коридоре в парной но естественно в душевой что было комфортно поделено на две зоны то есть ты можешь отключить здесь отключить до комната отдыха и парная с мокрой зоны да 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 есть на две части на две зоны да то есть в фактически эту ну баню можно использовать как гостевой домик либо как вместо где можно комфортно переночевать если там температура на улицу упала низко ты сделаешь так как тебе комфорт конечно мы тестировали то что я лично тестировал самый холодную температуру это было минус 25 так то есть все отлично ходили в шорта но реально было жарко при этом баню топили да но за счет печи мы не как бы не рассчитываем на банную печь потому что банная печь должна греть парную какие еще фишки ты применяешь своих модулях одна из особенностей я думаю то что это термодревесина мы наверно одни из первых стали применять термодревесину не только в парных а в комнатах отдыха душевых это классное дерево секунду перебью плюс и термодревесины буквально по пунктам он он не гниет так легкого обслуживания классный внешний вид это на него она не темнеет и светлеет абсолютно верно его на фасады бьют и и ведет или не ведет рассыхает ни в коем случае не разворается не ведет дальше значит термодревесина музыка система умный дом то есть музыку нас везде в комнате в отдых с телефона ты можешь управлять теплым полом температурами выключать выключать свет в общем все автоматизируем то есть ты выезжаешь с работы хочешь в баню да фактически ты можешь уже нагреть помещение в том числе и парную потом приезжаешь затапливаешь печь либо если у тебя электрическая печь там вообще все можно управлять конечно полностью со смартфон это очень удобно но но я люблю все-таки больше другими классика я потому что важен процесс его никто не отменял это ну и важно опять же мы всегда разрешаем всем нашим заказчикам в любой момент приехать на производство два звонка без всего в любой момент они могут приехать посмотреть мы не против если есть у них свой технадзор пожалуйста приезжайте нам нечего скрывать нам наоборот есть что показать то есть в этом плане мы всегда открыты есть или стереотип либо боязнь то что каркасники они недолговечны ну то есть я знаю то что ты живешь каркасным до 14 года 14 года то есть уже 10 летом где либо чуть девять с половиной либо 10 лет он даже возьмем девять пускай девять лет до какие сложности у каркасного дома вообще никаких просто я балдею правда теплый дом то есть вот реально теплый дом но это правильно каркасный дом теплые полы это с большими окнами твоим баня да ну к тому что это реально долговечно это то есть когда боятся опять же вот мы говорим есть к сожалению много недобросовестных строителей которые обещают якобы там дом за 2 миллиона каркасный под ключ и там делают из сырой там доски то есть не технологично неправильно утепленный дом то есть на всем отсутствие вентиляции к лакая вороводка до платая доска плохая доска материалы ужасные технологии то что сапожка не допустим ну здесь априори будет много воды я тоже обращаю внимание опять же вот то что я вижу половину производств к сожалению делают из не сухой строганой доски да там экономит на доске деньги берут там в естественной влажности до доску чем это плохо если доска не сухая не строганая у нее вот эти вот волокна идут ну то есть ну и он крутить поведет поведет и лишь вы которые будут были вот такие вот потом до до двух сантиметров что увидеть там дыр там еще либо вагонки не через потолок а абсолютно верно второй не разобираются в печах то ставят вот все подряд плохие проходки через кровлю через потолки даже мы неоднократно это демонтировали все то есть но очень-очень много на самом деле ошибок и к сожалению такие стереотипы идут о каркасных банях домах и не то что это не качественно или недолговечивая я думаю лет на 50 точно хватит бани но на век заказчика дочь на хватит однозначно как за ней ухаживать да здесь на самом деле прямо такого нету прям правила золотого что стандартно обслуживают там бойлер чистка от накипи чистка печи до чистка печи по сути дай больше на самом деле тут я прям не могу сказать вот плюс термодревесины кстати она не требует такого шлангом полей но образного в водой пролея ничего страшно не будет продать верой да керхером я не знаю там тряпочка влажная пройдись по ней от пыли все она по сути как есть так и останется спустя там два-три там десять лет и ничего не произойдет кстати по электрике здесь же все за изолировано естественно все спрятано ничего никаких проводков обязательно в гофре если вы хотите вы можете сами установить за ли фундамент либо вы можете установить каркасную баню на подушку но обязательно чтобы на продушку на плиту до на блоки чтобы было какое-то расстояние для того чтобы это был было продать потому что у нас полы основания уже сделано все сделано то есть обязательно должен быть продукт но свои быстрее проще и по моему уровень отбивать по своим гораздо удобнее да но есть места допустим вот как мы в крыму ставили кстати с двумя атмосферами на берегу к море для бани и там свои ты не поставишь металлические потому что это море соль это разъезд быстро все вот там мы ставили же б свои и даже такие езда так как максим один из первых наших партнеров который начал продавать монтировать устанавливать знакомит людей с атмосферами максим таких несколько интересных вопросов буду сейчас задавать их всем клиентам сколько ты уже продал печей наших я я думаю это точно более двух тысяч возьмем по минимуму классная ремарка я думаю это минимум такая цифра а смонтировали мы более тысячи печей ну то есть половина продажи идут с монтажом да подскажи были ли какие-то негативные отзывы по честному ни одного были единственная один раз был такой случай когда топили если я не знаю может видел такие есть черные брикеты они как руфы больше для гриля да 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 додумались к сожалению вот такими вот топить забили полностью все внутри прочищали сделали ревизию то есть обновили все и все нормально так если человек подошел правильно к этому то есть естественно всегда при сдаче мы показываем что печка работает топим объясняем рассказано люди к сожалению разные бывают вот а так никаких проблем если исключительно человеческий фактор приходит заказчик он приобретал печь неважно какого производителя но она не нравится как она работала и приходилось ли менять тебе новые печи которые ноутом отработали месяц либо полгода но но заказчик не получал то что он хочет было кроме сердце обливалась была очень дорогая печь не буду называть производителя но прямо очень дорогая мы поставили атмосферу там условно она обошлась ему там в 250 тысяч там со всем комплектом то печка там была в районе там больше полутора миллионов рублей и он набирает молодой был заказчик лет ему 30 и он набирает говорит слушай такая кайфовая горит я свою верит топлю топил там часа четыре она перегревала сильно ему баню то есть он был недоволен здесь полтора часа она вышла на режим то есть заказчик полном восторге мы ему еще такую печку потом еще отправляли там на курорт в определенное место вот он еще туда кстати еще мы отправляли атмосферу камеру да да ребят это это отдельная передача с максом это когда нам звонит какой-то сложный заказчик когда надо в какую-нибудь кампучию отправить печь вот макс решает эти проблемы вообще великолепно потому что она отдельный вопрос география того где ты уже ставил наверно по всей россии да да практически да это казахстан точно знаю это вся россия до самое последнее то у нас санкт-петербург три плюса которые есть печи атмосфера три плюса которые есть печи атмосферы первый плюс она приходит готовы то есть я надо собирать вот она полностью ты только при монтаже разъединил экран соединил все это разве это не классно это реально круто это удобно это удобно но это показывает качество продукта 2 это закрытая каменка из нержавейки однозначно я должна нам чуть больше скажу плюсов 3 это есть сетка есть ламели есть квадратные облицовки то есть выбор варианты вариант нару выполнения до однозначно это большой плюс экран очень мне нравится экран в печи он красивый солидно можно использовать как камин полноценный дополнительно когда ты топишь тоже очень важно 44 даже но так могу говорить дальше ну я думаю это достаточно спасибо максиму что уделил время что показал ту красоту которую они строят воплощают но не вот этими руками руками там сотрудников огромное спасибо что предоставил очень крутые аксессуары которые максим делает сам то есть это вот такие вот светильники соляные такие классные ребят вешалки вот можно кому-то из вас достанется то есть канадского кедра вот такие светильники вот такая вот вешалка тоже термообработанная ну и вот такая вот вешалка зебра как андрей назвал ну либо вот мы в фортепиано и все вот это мы разыграем через две недели мы объявим итоги розыгрыша и отправим все эти всю эту красоту победителем победителей будет два условия розыгрыша подписка на наш канал обязательно комментарий подписка на канал максима компании баню ссылочка будет в описании ну и в целом делитесь этим видео ставьте лайки ставьте колокольчики желаем всем победы может ты победишь